Ты смотришь Леди Баг? Когда я сниму видео, я взлетаю вслепую, я боюсь разбиться. Как отреагировала твоя мама на то, что ты создал YouTube-канал? Почему ты на домашнем обучении? Во-первых, я не на домашнем, а на семейном обучении. Если бы тебе дали миллиард рублей, что бы ты с ним сделал? Почему ты похож на девочку? Ты кем-то работаешь? Ты девочка? Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале, и сегодня у меня для вас, наверное, самый важный долгожданный ролик. Потому что этот ролик, мне кажется, ждали все. Так как этот ролик видео-вопрос-ответ. В общем, этот ролик посвящен 5000 подписчикам. И если он наберет хотя бы 500 просмотров, то я снимаю вторую часть, так как я пойму, что он вам зашел. Ну что, а мы переходим к вопросам, не будем томить. Ролик получился и получится, я уверен, очень душевным. Потому что самые крутые вопросы у меня сегодня в студии. Так что заваривайте себе чаек, берите что-то покушать, потому что будет очень интересно. Думаю, вы обо мне такого не знали. Погнали! Первый вопрос. Ты смотришь Леди Баг? Ребята, отвечу вам так сразу. Да, я смотрю Леди Баг и Супер Кот, потому что это мой самый любимый мультсериал. Там очень интересно происходят события. И, по сути, это и настоящая жизнь, и волшебство. Из-за этого мне это очень нравится, так сказать, коллаб такой. В общем, на нашем ютуберском языке и вообще блогерском языке. И мне это очень нравится, из-за этого я очень люблю мультсериал Леди Баг и Супер Кот. Вопрос номер два. Что для меня настоящая дружба? Итак, думаю, на эту тему даже нужно будет поговорить достаточно долго, потому что... Ну, сейчас все объясню. Для меня настоящая дружба это то, что когда человек... Когда у вас, во-первых, с человеком сходятся характеры. Потому что, ну, когда характеры разные, очень-очень трудно общаться. Я на самом деле знаю это, потому что, как бы, у меня есть друзей из мальчиков. Получается, друг, это, как бы, мой дворный брат, только один друг, мальчик. И у нас с ним разные характеры. И, скажу честно, очень часто... Очень у нас с того, что разные характеры, мне очень трудно из-за того, что мы просто, как бы, морально разные. Из-за этого очень трудно. А для меня настоящая дружба это когда есть преданность, есть, как бы, когда тебя слышит человек. Когда есть взаимопонимание, что еще? Когда есть настоящая дружба, блин. Да, когда человек реально с тобой хочет дружить, и когда человек... Сто процентов ты ему доверяешь. Как раз-таки доверие, взаимопонимание, взаимовыручка. В общем, для меня вот это настоящая дружба. Вопрос номер три. Как ты относишься к опникам, нефорам и риданам? Итак, ребят, скажу вам так. Я знаю, кто такие нефоры, потому что для меня остальные слова это более какие-то незнакомые слова. В общем, я считаю, что со мной все глупость, я знаю, кто такие нефоры. Если честно, у меня есть очень много комментариев под видео, что я тоже нефор. Я вам скажу, что это не так, потому что это не самолюбие, это не самолюбие... Ой, блин, а как-то правильно. Это не самолюбие, самолюбие. Это не само... как это? Само... самооценка? Это самолюбие называют. Я сейчас... как это называется, когда ты себе... Не самовлюбленность, получается... Я вам говорю просто так. Ну, во-первых, что? У меня прическа, она как у обычного мальчика. Я вам сразу расскажу. У большинства мальчиков есть прическа вот досюда. То есть, большинства мальчиков вот такая прическа. И типа, я одеваюсь нормально, как обычную подростку. У меня нет необычной одежды. У меня нет, например, знаете, допустим, такой одежды, что я... Вы знаете, я реально вам сейчас эту историю расскажу. Я зимой, значит, еду на улице минус 20 или минус 25. Сидит парень. У него полностью рваные джинсы. Знаете, вот огромное дырение вот здесь. И он в жилеточке. Это как нефр считается. Ну, потому что ходить в минус 20 градусов в жилеточке и в рваных джинсах, это вообще капец. А, и вот еще. Я насчет, хотел сказать, есть мальчики, у которых вот такая вот прическа. Ну, вот это я считаю нефр. А то, что... А то, что как бы у меня просто даже не длинные волосы. Это не считается длинными волосами. И типа, одеваюсь тоже нормально. И, в общем, я отношусь нормально на самом деле, но смотря на сколько человек нефр. То есть есть прям вообще капец, а есть, ну, типа, допустим, может быть, в каком-то смысле я тоже нефр. Просто, так сказать, низкой категории, низкого, так сказать, в общем, самый, так сказать, не... Самый не этот... В общем, нефр, но как человек. Я не знаю, как правильно сказать. Ну, вы поняли. Ладно, едем дальше. Вопрос номер четыре. Вопрос номер четыре. Сколько лет я занимаюсь танцами? Итак, очень сложно, потому что я пришел, получается, на танцы в семь лет в 2017 году. Получается, мне было в 2017 году семь лет. Но пришла я в сентябре, и, то есть, получается, у нас год считается, это с сентября, получается, и вот дальше пошло до следующих лет. Сейчас 24-й год, мне в этом году 14 лет. Получается, в этом году в сентябре пойдет шестой год только. Ну, то есть, не седьмой, как должно быть, по сути, потому что, давайте посчитаем. Сентябрь 2018-го, это первый год, сентябрь 2019-го, 2-й, сентябрь 2020-го, 3-й, сентябрь 2021-го, 4-й, сентябрь 2022-го, 5-й, сентябрь 2023-го, 6-й, а, седьмой год, оказывается, пойдет. Да, седьмой год пойдет. В общем, занимаюсь танцами я семь лет. Вопрос номер пять. Какой мой натуральный цвет волос? Мой натуральный цвет волос, вы видите, естественно, мне, потому что я ни разу не красился, ничего с волосами я не делал. Я пыталась сделать химзабивку, но у меня ничего не получилось, потому что у меня очень... Негустые волосы, в общем, они очень... Как он называется? В общем, они не густые, так могу сказать. Тонкие, так сказать. Я не знаю, как по-другому сказать. В общем, и в детстве я прям был блондином. То есть у меня прям волосы были, вот, ну, знаете, как у А4 есть? Была прическа такая, и у меня были, ну, чуть-чуть потемнее, совсем на немного. Ну, типа, был прям, получается, был прям, как будто я был как белый. Типа, реально прям блондин-блондин. Вот, кстати, вставлю фотку куда-нибудь сюда, посмотрите, каким я раньше был. Вопрос номер шесть. Знаю ли я кей-поп? Вообще, я слышал, что такое кей-поп, но сам я вообще в эту тему никогда не залазил и никогда не был в курсе этой темы. То есть я что-то там где-то слышал, так сказать, в чьих-то сплетнях. Но я не знаю сам, по сути, что такое кей-поп. Едем дальше. Вопрос номер семь. Когда я сниму видео, я взлетаю вслепую, я боюсь разбиться. Итак, ребят, скажу вам то, что сейчас уже на дворе весна, я живу в России, я живу в Казани. И благо, что еще, как бы, снег был хотя бы две недели назад. Я мог снять две недели назад. Но, чтобы снять это видео, нужен человек, который тебя будет снимать. Нужно уйти к нам во двор, залезть там на крышу веранды, туда-оттуда слететь уже в снег. И то, снег уже был жесткий две недели назад. Поэтому, к сожалению, я уже вряд ли сниму этот тренд. Потому что уже снег жесткий, уже снег, так сказать, он мокрый, жесткий. И мне будет очень больно, если я упаду на жесткий снег. Вот так. Извиняюсь, что я обещала, но не снял это видео, потому что я мог снять. Но это все дело моей лени, моего времени. Поехали дальше. Вопрос номер восемь. Какой твой... Да блин. Итак, вопрос номер восемь. Какое твое любимое время года? Мое любимое время года – лето. Сейчас расскажу, почему. Ну, во-первых, жара, тепло, каникулы. Это же вообще плюс вайп и плюс первая... Первый палец, который можно загнуть за то, что я люблю лето. Второе – это всякие разные фрукты, ягоды. Я просто обожаю. И, в общем-то, очень люблю по этому лету. Тоже второе, так сказать, вторая причина. И третье – летом у меня день рождения. Но когда у меня день рождения и какого числа, вы узнаете только тогда, когда у меня, можно сказать, настанет день рождения. Я в этот день выложу видео, и вы сразу все поймете. Ну что, а мы продолжаем. Вопрос номер девять. Много ли у тебя друзей? Отвечу вам так – нет. Сейчас объясню почему. В общем, из-за того, что я учусь, во-первых, на семейном образовании, потому что, во-первых, кто-то меня считает либо скучным, либо еще что-то там. Второе – потому что я не обычный подросток. Я, знаете, я не общаюсь с матом со всеми. Типа, большинство подумают, что я скучный. И типа, со мной неинтересно. Знаете, даже есть такой тренд. Большинство со мной, познакомившись, думают, что я скучный и неинтересный. Ну, наверное, это про меня. Хотя люди, которые схожи со мной характером, которые схожи со мной интеллектом, умом, мозгом, не знаю. В общем, им со мной очень интересно, и мы очень общаемся. У меня, смотрите, у меня получается один друг. Мальчик – это Платон, двойерный брат мой. И остальные у меня девочки. Да, вот такой вот, я так сказать, бабник. Потому что, как большинство меня называют, есть из мальчиков, особенно мы братья родные. У меня получается сколько подруг? Сейчас посчитаю. Пять подруг и один друг. То есть шесть друзей, я не знаю. Считайте сами, делайте выводы, много это или мало. Вопрос номер десять. Как отреагировала твоя мама на то, что ты создал YouTube-канал? Отреагировала она хорошо, так как моя мама меня во всем поддерживает. И получается, ну, она, мне кажется, не обратила на это внимание. И просто за меня радуется, когда у меня прибавляется каждая тысяча подписчиков. Так же, как и папа. Вопрос номер одиннадцать. Почему ты на домашнем обучении? Во-первых, я не на домашнем, а на семейном обучении. Потому что, сейчас объясню, чем отличается. Домашнее обучение – это когда ты зависишь от школы. То есть ты привязан к кому-то, к чему-то. И вообще, у тебя нет полной свободы действий. А семейное обучение – это когда ты ни от кого не зависишь, ни к кому не привязан и ни к чему не привязан. То есть я на семейном обучении, я ни от кого не завишу, никому не привязан, и то есть у меня полная свобода действий. А почему же я на семейном обучении? Потому что мама в далеком моем первом классе решила, что в школе ничему многому не учат, и как бы по сути туда ходят ради общения большинство детей, и большинство мамы это тоже понимают, я так думаю. Вот, и именно поэтому мама меня оставила на семейном обучении, то есть с первого класса я еще на семейном обучении. Ну, в общем, вот, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, едем дальше. Вопрос номер 12. Если бы тебе дали миллиард рублей, что бы ты с ним сделал? С одной стороны вопрос очень легкий, а с другой стороны очень трудный, потому что вообще, с одной стороны, я бы большинство денег, я так думаю, я бы отдал, конечно, нуждающимся людям вообще, потому что я понимаю, как людям трудно. Я, конечно, не с той стороны понимаю, что я когда-то таким же был, но я понимаю с другой другим, с той стороны, что, ну, реально, у людей денег нет, ну, как бы, а в этом мире как будто бы все решается на деньгах, такое ощущение. Да, я бы дал нуждающимся, я бы дал детдом, я, как бы, я, мне кажется, детей, им очень там трудно, и если туда дать денег, им хотя бы чем-то помогут. Ну, и, конечно, я бы оставилась в нашей семье, потому что, как бы, нашей семье тоже деньги лишними не будут, я вам так скажу. И, конечно, мне кажется, любым деньги не будут лишними. Вот так вот я вам буду сказать. В общем, вот, едем дальше. Вопрос номер 13. Почему ты иногда себя ведешь, как девочка? Ребят, наверное, если вы видели мой канал, то вы не видели каналы некоторых мальчиков, которые тоже танцуют тренды. Но знаете, как у них получается? Во-первых, я, если танцую тренд, в большинствах случаев, я всегда его выучу. То есть у меня не бывает, я люблю делать все на качество. То есть я его выучу, и я станцую хорошо, я знаю это. Но я, знаете, я не буду слишком такую резкость движения продавать, как это, например, у девочек, там, например, что-то поделать движение попой, туда-сюда. Я, типа, не буду. Я сделаю как-то это очень слабенько, ну, потому что мальчики, ну, это не по-мужски. А я просто нашел канал мальчика одного. Ну, знаете, танцевать девчачий тренд, так еще и как девочка, ну, мне кажется, вот это вообще отвратительно. И я, поверьте, я еще себя не веду как девочка. Я танцую тренды, и это нормально. Вопрос номер 14 тоже из категории про девочек. Почему ты похож на девочку? Ребят, ну, тут тоже все очень просто. Это гены и мои гормоны, которые не высыпают на моем лице какую-то прыщи. И еще у меня очень миловидное лицо для моих, наверное, там, 13 лет. Оно очень миловидное, типа, без прыщей. Все такое я вам расскажу. Я не пользуюсь никакими там кремами или еще чем-то. Я просто как бы ухаживаю за собой. И по сути, по сути, я пользуюсь только кремами от шелушения, потому что у меня аллергия на холод, я так понимаю. И узала я в этом год назад. То есть я раньше думала, что это просто у меня шелушатся руки и шелушатся щеки с губами. А на самом деле это аллергия оказалась. Вот так. И у меня просто миловидное лицо и такая прическа. И знаете, я вам так скажу. Девочки похожи на мальчиков, а не мальчики похожи на девочек. Вот так. Ну что, едем дальше. И это пятнадцатый вопрос. Вопрос номер пятнадцать. И это заключительный вопрос от вас, дорогие подписчики. Еще два вопроса я придумал сам. Думаю, вам будет очень интересно их послушать. Итак, вопрос номер пятнадцать. Почему ты выглядишь на двадцать лет? Это был первый вопрос, мне кажется. И мне писали, знаете, мне много раз писали. Человека три мне написала, что они думали мне, что мне семнадцать лет. Около шестнадцати, семнадцати лет. Ребят, у меня рост сто семьдесят, почти сто семьдесят. Но я считаю, что такой рост, казалось бы, для большинства это высокий рост. То есть я, получается, среднестатистического роста, потому что средняя статистика роста мальчиков это как раз и сто семьдесят сантиметров. То есть у меня мама сто семьдесят пять, и она всего лишь на пять сантиметров у меня выше. И, наверное, некоторые думают, что мне лет шестнадцать-семнадцать. Но кто-то даже думал, что мне лет пятнадцать-четырнадцать. но никак не 13, представляете, когда я об этом кому-то рассказываю, в ютубе именно, мне типа удивляются люди, что мне 13, а мне там 15 или 16. Есть люди, которые думали, что мне вообще 11, была такая девочка, но, собственно, это был единичный вроде бы случай, или два человека, как так сказали, но большинство видит, что я выгляжу старше своего возраста. Ну что, а теперь перейдем к двум заключающим вопросам. Вопрос номер 16. Мой вопрос, который придумал я, но, думаю, вам будет тоже очень интересно послушать. Ты кем-то работаешь? Ребят, да, я работаю. Приходим к последнему вопросу. Ну что, вопрос номер 17. Думаю, хейтеры его ждали больше всех. Ты девочка? Конечно, нет, ребятки. Я мальчик. По сути, как раз-таки то, что я сказала, что в вопросе номер 15 или 14. В общем, когда я говорила, что почему я похожа на девочку, я вам отвечу. Это девочки похожи на мальчиков, а не мальчики похожи на девочек. По сути, для девочки женственные это юбки, платья, блузки, или, допустим, там, ладно, максимум широкие джинсы. Ну, или леггинсы. Это сейчас, конечно, уже так. Но не как там, допустим, не узкие джинсы и не что-то мужское. Ну, как бы это для мужчин уж, извините. А девочки должны быть женственные. Это мое мнение. Ну что, это был 17-й вопрос. Итак, ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось видео вопрос-ответ. Если, я вам уже сказала, это видео наберет хотя бы 300 просмотров, давайте так, и вам оно очень зайдет, и вы попросите вторую часть, то обязательно будет вторая часть видео вопрос-ответа. Может быть, она даже будет на 10 тысяч подписчиков, потому что, если мы как максимально быстрее наберем 10 тысяч подписчиков, я буду отвечать на новые вопросы, на которые я не ответил в этом видео. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик обязательно, потому что, чтобы вы всегда видели первыми, когда у меня выходят новые видео. Ну что, всех обнял, поцеловал. Всем пока-пока. Вы были на канале Марк Твори. Фуф, засидел ноги, ешкин кот.